Мощный домкрат, цепи противоскольжения, атрибуты присущие настоящим внедорожникам с большими колесами. Явно не городские элементы, а впрочем сегодня о городе и не стоит и мечтать, ведь мы находимся на природе. А за моей спиной самые настоящие внедорожные автомобили. Именно сегодня мы отправляемся в путешествие. Поспевать за подготовленными внедорожниками предстоит на нашем редакционном автомобиле. Команда из четырех машин держит свой путь к станции Маритуй. Небольшой поселок находится посередине Кругобайкальской железной дороги. По правилам группа движется согласно уровню подготовки авто. От самых крепких машин или котлет, как их называют сами джиперы, к наиболее гражданским полноприводникам. На маршрутах искатели приключений привыкли полагаться только на себя. Порой ближайшая помощь остается за сотни километров от бампера автомобиля. Много чего было. Ездили вот в этом году в Дабады, то есть очень интересное место. Унуман-Барон горя, 1800 метров. Также вот в этом году я весь год участвовал в спорте, в кубке, в кубок Иркутской области и рейтинг Иркутской области. Что там, что там занял, вторые места. Это, наверное, самое такое, ну как бы, запоминающееся. Не затеряться на таежных направлениях джиперам помогает портативная навигационная система. В этом ноутбуке кроется подробная карта местности. Например, сейчас она показывает, что мы находимся неподалеку от известного скальника «Витязь». Есть функция прокладывания маршрута и запись контрольных точек. Защита у техники под стать в сфере использования. У него жесткий диск подпружиненный, он как бы кочки переносит без проблем. Когда дорога заканчивается, приходит время воспользоваться внедорожными девайсами. Перед первым подъемом кто-то стравливает давление в шинах, а кто-то надевает на колеса цепи. Они специальные и буквально врезаются в снег, лед или грязь. Все это рай одной цели. Как можно дальше уехать от городской суеты. Я когда езжу, не думаю о работе, не думаю о семье, о финансах, о проблемах. У меня проблема – это доехать до нужной точки, отдохнуть, так скажем. Ну, отдохнуть не телом, потому что понятно, что мы все устаем. Отдохнуть душой – главная цель. Внедорожные монстры прорезают целину. В их трансмиссии установлены специальные узлы, позволяющие буквально ползти по косогорам с черепашьей скоростью. Пусть на трассе это только мешает, зато в тайге часто спасает. Короткая передышка и снова в путь. Группа все дальше углубляется в недра Алхинского плато. Спустя несколько километров от последней остановки начинают сказываться особенности нашего пикапа. Задние колеса, на которые ничего не давят, буксуют. Поэтому съемочная группа на время переквалифицировалась в штурманов и тяговую силу. Навигатор экстремалов утверждает, до побережья Байкала еще добрых 40 километров. Нужно торопиться. Вот только природа не спешит пропускать нахзаветные цели. Снег все глубже, а яма коварнее. Извините, что камера немного трещется. Просто очень длинный и сложный день. Вот уже 6 часов мы пытаемся прорваться к берегу Байкала, к поселку Маритуй, что находится на кругу Байкальской железной дороги. Парни говорят, вы сейчас видите их, то, что осталось буквально несколько километров, но они самые сложные. И вот явное тому подтверждение. Наш Вольцваген сел очень сильно, сейчас и стягиваются. Будем как-то решать вопрос, вызволять его из снежного плена. Теперь ясно. Отсюда каждый метр будет даваться всему составу неимоверными усилиями. В ход пошли метротросы из лебедки, лопаты. Все это умножено на изрядное количество человеческих сил. К новым преградам на пути прибавилось и наступление ночи. Уже в сумерках экипажи подбираются к грандиозному подъему. Поочередно каждый автомобиль метр за метром буквально на руках подтягивают к вершине. Вот такая сибирская романтика. В перемешку с запахом солярки и светом фар. Все, стоим, все, все нормально. Вот это архитектура. Прямо загляденье. Да, до Маритуи мы все-таки добрались. За моей спиной Байкал. Чего нам это стоило? 16 часов пути, 80 километров. Несколько пробитых колес, не считая мелких УВЧ автомобилей. Словом, настоящий экстрим. Артур Харламов, Евгений Ширипов, Борис Котречко. Новости сейчас.